И так Он сотворил все, что находится в море, все, что живет в море. Бог благословил их, сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте моря. Наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле. 24 стих, и сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее. Перейдем к 26 стиху, еще одно множественное число, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, множественное число, три множественных числа. Сотворим, сотворим мы, по образу нашему, притяжательное местоимение, по множественному числе. И если бы было единственное, было бы по моему образу. И сотворю. Он не говорит, я сотворю человека. Нет, сотворим человека по образу нашему, и, наконец, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей. 27 стих. Богословы называют латинским выражением «imago dei», сотворение человека по образу Божьему. Что же это значит? Многие объясняют, что «imago dei» — это наш разум, наша воля и эмоции, которые имеет человек. Но ведь не только человек. У многих животных есть разум, воля и эмоции. Чем же человек отличается от животных? В каком смысле человек сотворен по образу Божьему, а животных нет? По большому счету, конечно, разум человека отличается от разума животного. У животных инстинкты, их можно, конечно, назвать некой формой мышления, но, по большому счету, мы даже не понимаем их мышление, мы не можем заглянуть в их сознание, мы не можем посмотреть на мир их глазами. Но мы знаем, что инстинкты у них есть. Мы знаем, что есть у них хитрость. Видели, как кошка за птичкой охотится? Кошка знает, что делает. Она думает и продумывает следующие шаги. Но есть у нас одна способность, которой у них уж точно нет. Они не могут рефлексировать. В смысле, они не могут обдумывать. Мы не просто думаем, но мы можем думать о размышлении, обдумывать сам процесс размышления. Вряд ли животные на это способны. Но, пожалуй, это не главное. Локус и Магодей, а самое главное, что отличает нас от животных, заключается в следующем. Мы сотворены по образу Божию, а животные не по образу Божьему. В частности, в том, что мы имеем возможность вступать в отношения. Хотя, по большому счету, животные тоже вступают в отношения. Например, животное переживает, животное скорбит, когда умирает другое животное, или когда умирает человек. Когда мой отец умер, его собака отлично понимала, что происходит. Я не буду в это углубляться. Но все же отношения отличают животных от человека. Человек имеет отношения не только друг с другом, но и отношения с Богом. В Евангелии от Иоанна, в наших беседах, которые кто-то из вас видел на DVD, на дисках, вы уже слышали, я это повторю. Нехристианские идеологии, антихристианские философии сталкиваются с трудностью в определении того, что же такое человек. Что же такое, что же значит быть человеком? Ни одна нехристианская идеология не смогла найти ключ к сущности человека. Марксисты говорили, ключ в экономике, дарвинисты в биологии, последователи Фрейда в сексуальности, фашисты говорили, что ключик в расе, в расовости. Иисус говорит, ключ во мне. Как понять творение, отрекшись от Творца? Как познать творение, вынеся за скобки замысел Творца? По Библии, человек, мы с вами, мужчины и женщины, все люди, мы с вами падшие носители Божьего образа. О падении мы будем говорить завтра. Но мы падшие носители образа Божьего. Теперь послушайте и задумайтесь. А есть о чем задуматься. С одной стороны, мы способны к такому благородству, к такому моральному величию, к такой жертвенности. К этому способны даже неверующие, не христиане. Почему? Да потому что все люди, в том числе и не христиане, сотворены по образу Божьему. С другой стороны, мы люди способны на такую дикость, на такое зло, на такие отвратительные поступки. Способны даже те, кто называют себя христианами. Я не знаю, христиане они или нет, но давайте говорить честно. Почему же все это? Потому что все мы падшие. В том числе и христиане. Мы христиане, падшие люди. Давид был спасен. Как вы думаете, царь Давид? Конечно, был. Но при этом царь Давид совершил не только убийство, но убийство одного из своих близких друзей и соратников, потому что Урия входил в почетную гвардию, которая защищала Давида. Урия был столь благороден, что не вошел к жене своей, потому что он был предан Давиду, предан его делу. Давид переспал с его женой, а потом убил Урию. Как же один и тот же человек способен и на такое величие, и на такое зло, потому что мы падшие носители образа Божия. С одной стороны, мы носители образа Божия, от этого наше благородство, с другой стороны, мы падшие носители, от этого наше зло. Только библейское определение человека может нам все это объяснить. Но и это еще не все. Уже в определение проблемы заложено средство ее решения. По Библии человек падший носитель образа Божия, которого может спасти лишь израненный, изъязвленный целитель. Имея этому целителю Христос. Только Он может вернуть нас к подлинному образу Божьему. Потому что, становясь христианами, мы уподобляемся Христу. Послание к римлянам 8.29. Мы преобразуемся в образ Христов. И Христос и есть образ Божий. Послание к евреям. Первая глава, первая и второй стихи. Итак, мы преобразуемся в образ Христова, римлянам 8.29. Христос, Бог, Сын Бог, Который совершенно как Бог, как Отец. Послание к евреям. Первая глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего. Кстати говоря, это примерно как в том стихе, в котором Я сотворил и звезды. Здесь Он говорит, через Которого и веки сотворил. Сочетаем дальше, третий стих. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы своей. Значит, Он, образ ипостаси Его. Мы паршие люди, поэтому мы были такими негодяями, но мы также носители образа Божия. Поэтому мы и совершаем благородные поступки. И восстановить в полный образ Божий, чтобы мы отражали образ Божий. Восстановить нас может лишь израненный целитель, имя Ему Христос. Именно так характеризует нас Библия. К этому мы еще вернемся, когда мы говорим о сотворении человека. Итак, есть цель, есть замысел. сторонники нетеистической эволюции говорят, что наше существование случайность. я знаю одного отца, благочестивого христианина, но вот в свою будущую жену он влюбился еще до того, как покаяться. Она забеременела, потом уже они поженились. Прошли годы, у них рос сын, тоже христианин, и они уже были христианами. Когда этому сыну, молодому человеку, было 17 лет, он посчитал сроки. он приходит к папе и говорит, пап, вы залетели со мной? Я случайность? Тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос. Эволюционисты говорят, мы все случайности. Священное Писание говорит, мы результат Божьего замысла. Бог возлюбил нас еще до того, как нас сотворить. Зря я, наверное, об этом говорю, но все-таки хотел бы от этого перейти к Божьей вечности. Все-таки кое-что скажу еще. Да простите меня, Бог, за то, что я об этом вообще рассказываю. Герхардус Васс, известный голландский богослов, комментировал стих в книге пророка Иеремии, где написано, Бог говорит, Я возлюбил тебя вечной любовью. И Васс говорит по этому поводу. Вечная любовь распространяется в своей вечности не только вперед. Когда мы говорим вечность, вечность уходит и в прошлое. И то, что говорится дальше, относится и к христианам, и не к христианам. Немножко по-разному, но все-таки Герхардус Васс продолжает Я знаю, что Бог никогда не перестанет меня любить, потому что у этой любви не было и начала. У Божьей любви ко мне не будет конца, потому что у нее не было и начала. Он всегда нас любил. не то, чтобы Бог нас любит, что Он нас сотворил. Все ровно наоборот. Бог сотворил нас, потому что возлюбил. Бог узнал нас еще до нашего творения, до нашего сотворения. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, восьмая глава. Тех, кого предузнал. В римлянам 8, 29. Я ухожу из богословия, ухожу в Новый Завет. Давайте постараемся этого не делать. Вернемся к Ветхому Завету. 27 стих. Бог замыслил и сделал. Бог сотворил человека по образу своему, подобию своему. Мужчину и женщину сотворил их. Некоторые понимают 27 стих так, что Бог сотворил Адама с характеристиками мужчины и женщины. А потом уже во второй главе не только вытащил из него ребро, но вытащил из него все женские характеристики. А изначально Адам был составным существом, в котором сочеталось и мужское, и женское. Тогда это означает, что Бог сотворил мужчину и женщину одновременно, а потом вытащил женщину из мужчины. Интересная мысль, привлекательная интерпретация 27 стиха. Но вот я не уверен, я не уверен, верна эта интерпретация или нет, и все-таки я с ней не согласен. Думаю, что 27 стих это такой обзор всего сотворения человечества. Объясню. На Западе, в Америке намного больше, даже в Америке намного больше, чем в России, на Западе мы мыслим линейно. Мы слушаем проповедников, мы читаем книги, и мы хотим, чтобы и презентация, и представление материала строилось линейно. Мы хотим, чтобы выступление строилось так. Первое, второе, третье, четвертое, выводы, практическое применение. Но Библия не американский документ. Библия далеко не западный документ. Ученым бывает нелегко, когда они подходят к интерпретации первой и второй глав книги Бытие. Они ожидают линейного мышления. А линейного мышления там нет. Кстати говоря, в Евангелии от Иоанна тоже нет линейного мышления. Вроде бы, закончил Иоанн говорить про Иоанна Крестителя, а потом снова возвращается к разговору о нем. Теперь посмотрите на меня. Иногда Библия построена не линейно, раз, два, три, четыре, пять, вывод применения. А спирально по спирали начинаем здесь, потом возвращаемся к тому же месту, но это уже не то же место, потому что мы пошли вверх на следующий круг спирали, на следующий виток спирали. Мы приходим к той же теме, но об этой теме мы знаем все больше и больше и больше. Иногда бывает и так. Мы начинаем вот здесь и так. Моделей несколько. Бывают разные модели коммуникации, разные модели донесения информации. Библия далеко не всегда излагается линейно. Сказав об этом, отмечу еще вот что. Время все-таки линейно. Мне нужно было сказать об этом раньше, но скажу сейчас. Древние люди, ты и некоторые современные культуры воспринимают время циклично. Например, в чередовании времен года. Так воспринимали время, в частности, древние греки. Ну, например, сейчас у нас лето. Посмотрим на улицу, там лето. Потом осень. Зима. Весна. А потом снова лето. Мы вернулись к лету и идут эти циклы. Постоянный круговорот времен. Но время не такое. Время сотворено. У него было начало, у него будет и конец. Бог, сотворивший время, завершит это время. 28 стих, 1 глава книги Бытия. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими». Все было создано для человека. Человек был управляющим, был владыкой всего. Так было в первоначальном творении. Сейчас все иначе. 29 стих, Бог говорит, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя». Он дал и животных также, но пока еще не в пищу. Человек владычествовал над животными, но не ел их. После сотворения человека мы видим новое высказывание, отличающееся от всех предыдущих. Бог осматривает человека и все свое творение. Раньше он говорил, «Это хорошо, это хорошо». Теперь он говорит, «Хорошо весьма» или «Очень хорошо». Бытие 1, 31. «Бытие » Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok